Работы в самом разгаре. Сейчас по бортам и контуру чаши укладывают гранит. Центр не трогают. Именно здесь и будет располагаться мозаика. Осколки старой пришлось убрать. Восстановлению она не подлежала. Долгие годы она была погребена под слоем бетона. Дело в том, что изначально чаши фонтанов были сделаны негерметичными. И несколько десятилетий назад, во время ремонта, не нашли ничего лучшее, как проложить слой гидроизоляции и залить все бетоном. Клад обнаружили, когда приступили к реконструкции фонтана. Вскрыли бетон и наткнулись на цветную плитку. Но разглядеть узор уже было невозможно. Там было несколько слоев уже другого состава. То есть цемент, бетон, гидроизоляция. Рисунков практически таких видно не было. Мозаику решено восстановить, а точнее сделать новую. Помочь с эскизами готов заслуженный художник России Рудольф Баранов. Автор рисунком, по которым в конце 70-х делали все мозаики на Старозагоре. Беседки с розами и фонтаны были дополнением к главному огромному панно на стене дома. По первоначальной задумке на рисунке русский парень держал за руку болгарскую девушку. Вдохновением для композиции стал рисунок на сумке, которую художнику подарили во время поездки во Францию. Всего было семь эскизов. Особенность финального – болгарина. Автор рисовал с Георгия Димитрова, а русского – с Юрия Гагарина. Мозаичную картину создавали по особой технологии, поэтому и сегодня она почти не изменила вид. Мы набирали сначала прямым набором, а потом мы закладывали в эти блоки панель. Это же из панелей состоит, девятиэтажка. И каждая панель на полдня или больше там уходила в печку. И запаривалась там, поэтому она держится. А вот пострадавшие от времени беседки с изображением болгарских роз будут восстанавливать. Сделали дефектную ведомость, считали, сколько мозаики утеряно и сделали предварительную смету. Это то, что касается вот этих вот беседок. На доме мозаика в приличном состоянии, там, я думаю, не требуется никаких дополнительных вложений. Новый фонтан будут делать самарские мастера. Постараются в точности передать утерянный рисунок. И он должен сохраниться гораздо дольше. Меняют не только внешний облик фонтанов, но и механизмы. Дырявые трубы поменяли на металлопластиковые. К осени улица Старозагора приобретет совершенно иной вид. Кроме главных украшений, здесь появятся дорожки, выложенные плиткой, новые фонари, схамейки, газоны и цветы. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова